Всем привет, друзья, с вами Крисмас, и сегодня мы продолжаем проходить Мафию 2. В прошлой серии мы закапывали труп, а теперь нам нужно сесть в машину с Эдди и отвезти пьяных Джона квартиру. Вообще, без проблем. Поехали. Оп-оп-оп, тихо-тихо, и занудование, и занудование. Все, поехали. Да, Джо, ты в таком-то состоянии что только не будешь. Оп-оп-оп, тихо-тихо. Нахуй, нахуй. Поехали. А, что такое? Я куда-то не туда приехал? А, да, да, да. Я на указатель вообще не смотрю, на карте которой я изображен. И зря, конечно же. Инты, здравствуйте. А мужикам весело, мужикам весело. Они поют, попивают, точнее, Дина, Дина Бамбина. И им весело. А мне-то чё, я весь день, точнее, весь вечер закапывал труб, нюхал этот вкус болевотины, запах, точнее, запах болевотины. И запах этого прогнившего трюбца. Вот в смысле? Давай не будем. Давай не будем, дружище. Я тут ни при чём. Просто тут два... Охуевших типа, они напились. И это их вина вообще. Они сказали, побыстрее, мы хотим спать. Я тут вообще не виноват. Я тут ни при чём. Арестовывать будешь их, но не меня. Я вольтель, в сольюс. Я исполняюсь. На, он... Он пиздец, он отсталый. Хуха. Эхать, 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 а расступись, нахуй. Важная шишка едет. Оп. Как шедеврально я вхожу в порог, ты просто посмотри на это. Правда, знак перестрадает, но ничего страшного, знак не останавливается, на ура. Как только голова прошла, сразу знак остановился и заявился. Ну, менты, собственно, на хвосте, но это ненадолго. Оп, делаем вот так вот. Чё, твоя мама была итальянкой? Ну, в принципе, я не удивлюсь. Эхо. Всё, отлично. От копов мы оторвались. Ну, можно и по тротуару проехать, почему бы и нет. Опять же, повторюсь, везём мы Эдди, а это главная шишка. Всё, отлично. Извини, Вита. Понимаю, не лучшее завершение банкета. Но, правда, я у тебя в большом долгу. Машину Эдди оставь тут, он на ней завтра домой поедет. Ты хороший парень. Завтра посидим, поболтаем. Эй, пошли, выпьем. Завтра кому-то понадобится пиво. Заткнись, идиот. Заткнись, шлёха. Давай. Красиво, красиво отшил. Пора спать. Ну, ты понял. Я тебе завтра позвоню, Вита. Пока. Хорошо, что у меня костюмчик сохранился, который я одевал. Который я, так сказать, купил. Глава восьмая. Неугомонные. Уптаун, 11 апреля, 51-й год. А год-то изменился, да-да-да, да. Шесть лет спустя. Какого хрена? Я бы даже сказал, какого хуя. Да, он вчера бухал, ему плохо. Вита, спускайся! Господи, боже. Ну, короче, сумасшедший, а? Сейчас я похаваю. Надо даже похавать, конечно. Я же не знаю, куда он меня там зовёт. Надо сэндвич как-то объебануть. Всё, погнали. Без запилочки. Вот так. Сейчас мы для этого дела мы оденем... Ммм... Пухожаную куртку въебём, почему бы и нет. Костюм всё-таки не всегда одевать правильно. Да и вообще... Опять журнальчики похабные. Мы не будем читать и смотреть. Так. Ну, здравствуй, ублюдок. Чё ты отхотел от меня? Это ещё что за хрен? Голосок у парня, блин, прям дятел Вуди. Помнишь, пацанёнка жил напротив моего дома? Мне надо было грузовик забрать. Так он меня подбросил. А что за грузовик? Он нам денежку принесёт. Прыгай по дороге, объясню. Откуда ты знаешь дятла Вуди, слышишь? В то же время не было дятла Вуди. Ты чё несёшь? Походу, Джо у нас бог времени, он путешествует во временном, континууме. Тихо-тихо, не сигналь. На этом устройстве, машинном устройстве, будем ехать с ограничением, потому что, блядь, везде ездит менты, а эту штуку остановить непросто. Долго, но зато без аварии и без проблем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что теперь? Теперь разбираемся с клиентами. Эти парни покупают у нас груз. Пошли со мной. Пойдём. Давай лезь наверх и подавай товар. Привет, блок красный. Какой нужен-то? Вита, подай блок красный. Без проблем. Блок красный. Держи. Супер. Чай. Хую, перьёпта. Давай быстрей. Два доллара. Ну такое. Блок синий. Блок синий. Без проблем. Супер. Я тебе уже говорил на счёт этого слова. Это как много желающих ты посмотри. От строителя до бизнесмена, ёпты. Несколько часов спустя. Я уже заебался, Джой, здесь стоять. Меня жарко уже. По нему уже видно, что он охуел уже стоять в лошадках. Да не паспи, это жарко. Как дела? Как всегда, блок синий. Это товарищ сержант. Блок синий, говоришь? Ну. Усмари, нихуясь, пацан крадётся. Хорош. Блок синий. Давай, блок синий. Давай, давай, давай. На, держи. Харю тебе. Мент, ты приехал, всех распугал, ебать. Хули ты за это должен заплатить шестёрку, а не двоечку. Спасибо, Джо. А теперь исчезни отсюда. Понял. Ну всё, поехали. Ну ты, ублюдок, ты ещё... Ой, прогнал нас, смотри. Сегодня всё отлично. Блядь, я сюда так долго ехал. Блин, ты ещё кругом был. Подстава, короче, кругом. Джо, ты вообще прям находишь не тех друзей, которых нужен. Я только что говорил про то, что они должны быть с долгом чести для тебя. Хотя бы процентов на 20. Ты нашёл такую-то пиздико, который сержант топ. Ладно, там майор, понимаешь? Майор сказал, что ты сделал, да. А сержант сказал, ну как-то... Боже. А этому... О, этому нас раз. Ну, собственно говоря, аварии особо не было никакой. Нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Да- party! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Погнали! авито опять запрыгивает да как обычно клиента появились сразу прибыльные все таки дело за по три бача подавать подавать блок синий без проблем сзади у меня лопа чё так сайте скудный выбор блок красных сейчас делаем да слышал я станет у юпер юбка передавай давай быстрее и по три бача надо сделать цены потому что слишком как-то много посетителей и чё все слишком я рано сказал то что много посетителей а это походу за нами что-то неладное кружатках ворона супа что продаешь парень и покупатели глазеть пришел возможно мы толкаем сигареты блок два бакса целый ящик сотня три баксы отдаешь 10 блоков и тогда может быть мы с дружком целый останетесь а как тебе такой вариант пулю у лопу все закончится со своей младшей группой а я притворюсь что я тебя не видел сойдет ты не врубаешься даже это наше место и за торговлю здесь надо платить так что плати нет это ты не врубаешься ты хоть понимаешь с кем связался последний раз повторяю вали отсюда и с кем я говорю ну-ка жирным итальяшкой который толкает по мелочи краденая курева на моей улице а ты знаешь как его слайд лавочку козел по моему а вот это ты зря чуть ли то не поджарил он это не простит а а я говорил джо любит попиздить но в этот раз он решил обойтись выстрел без проблем догоняем ублюдку пограничитель не включаем и легко и просто еду еду жопа тихо видишь как я красиво вхожу пору замечательно сейчас мне догонит популяра не было не маме в киеве по моему это самое благоущее мы собираем мюнк сжо двори нахуй призвание этот эффект альбаса это самоточка не ваш а буду то сказать и в принципе я потом периоде Серьезно, за все прохождение макии я не встречал именно такого исхода, потому что там зареспавнился машина, и этот ублюдок ведется, он обычно уезжает, он обычно уезжает, и мы ищем телефонную будку, но мы его в итоге взорвали. Таким макаром я даже не понял, возможно, он сам что-то цельнется, и нам теперь нужно телефонную будку найти, которую мы только что проебали. Обратно едем. Я говорю, когда я запиздился немножко, все, это пикет, проебал в момент игры. Вот это сейчас и есть то, что самое. Мольфон, ну-ка. Где тут телефонная будка? А, вон он, юбка. Блядь, плохо, я что-то трепар... Опа! Блядь, извините, пожалуйста, ты вкакалался, что-то плохо. Мужик! Слышь? Слышь, мужик? Освободи телефон. Давай, 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 давай. Освободи телефон, нахуй. Ты в смысле, блядь? Ебать, Джо помогай, нахуй. Китайц мне сейчас нахлобучит. Ахуй там, ебать. Ты что, китайцы? Работник, что ли? А? Слесарь, да? Сука. Сука. Что ты какой, блядь? Джо, ты что? Охуел, блядь. Вообще-то друга пиздит, блядь. Друга пиздит, Джо. Сука, пиздателя. О, блядь! Китайц на китайца, конечно, блядь. И будка разъебалась. Прикрой Вито. Хорошо. Все заново. Сука. Ладно. Это рабочий момент, ребята, это рабочий момент. Ничего страшного. Так, это мы видели, хорошо. Поехали. Я сейчас буду угорать, если опять такая же ситуация получится, что опять ведется. Но скорее всего не будет. Я сейчас сол продавлю, Джо. Быстрее не будет. А вот это ты прав. Это тебе не не спустит. Сильнее нажал, быстрее поехал. Не, ну он уходит. Он отрывается. А, все. Смотри, он как будто переключил передачу и все. Блядь. Он в похожей ситуации, как и я. Ее будет все подряд. Нет, мы его уже, наверное, не догоним. Скорее всего. Блядь, Джо, в чем проблема? Ты хотел его догнать? Стреляй, тогда ему все колеса. Опа. Тихо. Не надо. Ну, кстати, тачка круто. Крутая тачка. Вот, чёрт. И что теперь? Что отсудить цели? Ищем печальшую бутку позвоним. Я дальше не стал вынаться, потому что это бесполезно. Если он уже не забаговал, как тогда, то все, это очень бесполезно. Он в любом случае быстрее. Это как копыла, опять же, в спортспиде. Они любого догонят, даже если у тебя просто потом 1000 л.с. там, я не знаю, это невозможно. А вот телефонная бутка. Здесь нет китайца, и это очень хорошо, потому что я зря старался его убить. Да, это Скорпа. Эти, это Витер. Слушай, у нас тут проблема. Вы толкали куревы, а потом внезапно появились эти реалинщики и подожгли грузовик. Что? Ты что издеваешься? Кучку сопливых мальчишек не уделали. Какой вообще хрена? Эти, послушай, тебя там не было вообще-то. Они подожгли грузовик, мы не успели понять, что происходит, а все уже сгорело к чертовой матери. Ладно, мы подстрелили одного, но... Какая мне нахрен разница? Деньги мне мои верните. Я два куска за грузовик отдал, и хочу их назад. Ваше счастье, тормоза, что сам этот Стив, человек Дерека. И мы как раз решаем, что делать с этой швалью. Расстаем-то с ними сейчас же. Стив будет ждать бешеной лошади. Знаешь, где это? Так, бешеная лошадь. Я даже помню, где это. Стив приведет с собой пару ребят. Путь поймут, что с нами связываться себе дороже, только без стрельбы, чтоб канала под уличные разборки. Я не хочу завтра читать стреляток про мотивозный беспредел. Да, конечно, Эдди. Не волнуйся. Мы разберемся. Все будет сделано на ура. Погнали, Джо. Блядь, ну не стоит это так, ёпта. Хорошая новость. Он нам поможет. Плохая новость. Эдди требует свои деньги. Все две шли. Смотри. Ты же не думаешь, что из этих высыпятся два косаря. Если, к примеру... Погоди. Да погоди. О, они туда. Это я зря, кстати, сдаю вот так вот. Назад. Оп. Но я все равно по красоте это сделал, а за очень просто. Замечательно. Замечательно. Петервалы металл в кругу. А то, а я так, какой сейчас мешок. Даже если уродов не касается... Да ты только что чувака присугнул, конечно. Тебе это вообще-то... По логике положим. Я за. Он человек ДРК ДРК в команде Винча. Я тебе что, доктор? Ну ты этот, ты же будешь брать работу у Дерека, да? Несмотря на то, что башешь на Эдди. И все перебиваются всем, что мимо пробегает. Да неверные зрители, так ли я correctional, так ли. Стоять пропустили Фрикова. Ну, хотя Armstrong. Но он тут ход-родик звучит почти вот тоже. Вот ход-родик, mijn collander. Я хочу все-таки на нем прокатиться еще. Потому что я там чуть-мень м adjustable априс login. Здрое. Хр attracted you to. учиться ладно стих что мы тут делаем а где ребятки которых мы ищем в литейной они там обычно ошиваются так что начнем отсюда а потом сходим в литейную закончим и почему ты решил нам помочь это все в принципе у меня ограбили и вывели три зуба да уж ублюдки поганые от них по всему городу одни неприятности сейчас я говорю так что как сказано в библии ока за ока зуб за у сайты и дыры и начнем так что за план сначала разнесем вам все к черту и как мы это сделаем вот так мне больше всего нравится те парни которые вообще ничего не сказали в любом случае что ты направляешь на меня пушку слышь матча что такое было ну то я брату расстреляйте бар ура бля поехала все пацаны не тратить патроны не буду потому что для это самое все хорошо вот это нереальный перебор все хорош пацаны кору хорош пацаны и бак это самый лучший пацаны пробежали бак это ходе тоннцева может хватит ребята оставим им подарки и хатихати ахуя немного зайти да я же никто не пробовал с удовольствием стив давай открывай малыш взять без проблем чуку взял бери еще я потратил ну хорошо давай еще а ты чё будешь и дать нет чего ты ждешь хватай бутылку и швыряй что тут сложного смысле я швырнул уже ёпта я должен был отвернуться потому что крутые парни не смотрят на взрывы лежать и старые плетей на встрече с проблем так чё у нас есть значит пистолет томсом и все ладно погнали джо нужно попытаться с этими опять эмпайр бой ну что ж ребят на этом мы серию закончим а если тебе понравилось видео не забудь подписаться и поставить лайк всем пока пока